Здравствуйте, дорогие телезрители! Впервые за много десятков лет, возможно даже со времен Великой революции, когда к власти пришли люди, отрицающие Бога, в нашем районе в начале апреля возобновили добрую православную традицию – освящение земли перед сельхозработами. Обряд провел архимандрит Андрей Листоверов, дело было в Новониколаевке. С этого момента почти мистическим образом тема земли в местном информационном поле заняла свое почетное первое место. В нашем случае речь идет, конечно же, о земле городской. Именно здесь наболело и прорвало. Вообще земля во все времена была и есть мощный ресурс, великая ценность и предмет революционных деклараций. Ну вот, красотики, все. Марина Родионовна, это вам. А землю отдайте крестьянам. Красотики. Кто землей обладает, тот и молодец, тот и хозяин. Пусть это будет даже скромный надел, пусть даже только под магазином или рестораном, который ты построил в городе, чтобы на этом зарабатывать деньги. А если ты при этом распоряжаешься не только землей, на которой выстраиваешь приносящее доход дело, а по счастливому стечению обстоятельств, имеешь полномочия распоряжаться всей землей города, потому что ты мэр, в том числе самыми ликвидными ее участками. Тогда может получиться история, когда вслух власть произносит все по закону, а по факту работает принцип «будет так, как мне надо, как я хочу». Хочу – дам себе. Хочу – тебе. Или не дам. Нет, себе точно дам. Школь под стадион, а нет, на нее другие виды. Это совещание, инициированное на Илёне Никитиной, уполномоченной по защите прав предпринимателей при губернаторе Астраханской области. Здесь же прокурор региона, подтвердивший то, что в Ахтубинске к земельному вопросу много вопросов. Те проблемы, которые возникли в конкретном городе, они, скажем так, довольно плотные. То есть, если посмотреть на другие районы Астраханской области, то там где-то единичное обращение предпринимателей по вопросам восстановления их прав. Здесь, правильно говорить, здесь и масса обращений, и они, скажем так, долгое время находят разрешение. В зале самые смелые представители местного бизнес-сообщества. Их полный кабинет спикера Горсовета. Многие побоялись прийти, как боялись последние несколько лет. Ибо их дело, значит, и возможность получать стабильный кусок хлеба находилась в полной зависимости от мэра-бизнесмена. Видимо, наступил тот момент, когда бояться дальше, значит, потерять последнее. Момент истины настает. Такие проблемы у многих здесь, в городе. Это малая часть, которая здесь собралась. Многие не хотят и боятся прийти сюда, потому что они боятся за свой бизнес. В первую очередь. Я не боюсь, у меня ничего нет. Вы можете на меня смотреть, как хотите. Мне нечего скрывать. Скрытые аукционы. Постоянно участвует одна женщина. Досмуханова или свои приближенные. У власти находятся бизнесмены. Я не побоюсь этого слова. Заместитель. Конечно, всем известно, что у нас глава занимался бизнесом. И у него свои интересы в этом плане. Чтобы не дать развиваться нашему бизнесу здесь, малому бизнесу, предприятиям с этим. Потому что это является конкуренцией глобальной. Существует еще проблема у нас в городе. То похоронные службы никак никто не может решить. И много вообще проблем. Вот люди сидят, у них есть реально что сказать. И какие бы отговорки не были бы, и как бы не пытались бы администрация здесь придумать какие-то моменты, чтобы соскочить от ответственности, сойти. Люди, это наглядный пример, которые судятся здесь. Все судятся в городе. Я еще раз повторяю, это очень большое количество предпринимателей. По всем городам России ездят, судятся. Зачем издеваться над нами? Скажите, пожалуйста, почему мы не хотим развиваться здесь в городе? Я хочу здесь жить. Мои дети хотят здесь жить. Но нам не дают. Примите меры, пожалуйста. Земля от центральной части Ахтубинска год назад наконец-то обрела хозяина в лице городского муниципалитета. Вот, кстати, этот массив, перешедший от Минобороны. Около полутора миллиона квадратных метров кадастровой стоимостью чуть более 507 миллионов рублей. Его может обозреть любой желающий, набрав в любом интернет-поисковике публичная кадастровая карта, а затем кадастровый номер участка. Кстати, на днях по официальному заявлению мэрии у данного земельного массива устранена кадастровая ошибка, целый год мешающая предоставлять участки внутри него в соответствии с земельным кодексом. Правда, на публичной карте пока эта ошибка отображается. В чем же момент истины? Теперь все, кто построил так называемые временные сооружения на бумаге сборно-разборной конструкции в центре города, а это в большинстве своем торговые точки, наконец смогут оформить их в полном соответствии с действующим законодательством. Узаконить право пользования земельным участком значит получить гарантию того, что завтра твой бизнес не выкинет на улицу очередной местный князек. Построенные на песке замки смогут, наконец, обрести твердое основание – фактическое и правовое. Вместе с этим у арендатора или собственника появляется долгосрочная и прозрачная во всех отношениях обязанность перед муниципалитетом – платить налоги и арендную плату. А значит пополнять бюджет города на дороги, спортплощадки, клумбы, парки, набережные и так далее. Теоретически от передачи земли в собственность города масса плюсов. Из предвыборной листовки двухлетней давности кандидата на должность мэра Ахтубинска Амангина Рузбаева. Казна Ахтубинска Дополнительный ежегодно может получать от 50 до 80 миллионов рублей. Конец цитаты. Предвыборные тезисы мэра в плане перспектив развития города всегда нас вдохновляли. Если же говорить о практике, о конкретных механизмах, позволяющих достичь всех этих благ, то как раз здесь и скрывается масса подводных камней, возможных злоупотреблений, о которых сегодня открыто говорят те, кому молчать надоело. О чем речь? Узаконить право на землю под своим сооружением можно будет единственным легитимным способом – через аукцион. Для того, чтобы зарегистрировать права на земельный участок, земельный участок по первому должен быть отмеженным, стоять на учете в государственном кадастре недвижимости и соответствующим образом, в соответствии с действующим законодательством, предоставлен гражданину на том или ином праве. Это может быть либо собственность, либо аренда. Сегодняшнее земельное законодательство предусматривает предоставление в аренду земельных участков исключительно на торгах. Это значит, что земля под уже действующим зданием, если она не оформлена в собственность, будет выставлена на торги. И не факт, что она по результатам этих самых торгов достанется хозяину постройки. Очень многое в этой процедуре зависит от организатора торгов и его интересов, если таковые есть. А если организатор торгов по совместительству бизнесмен, чей бизнес напрямую зависит от количества и качества, то бишь месторасположения земельного участка, Действительно, я сам предприниматель. И хочу довести до ваших сведений, что после 2009 года, когда я был избран главой города, ни одного земельного участка незаконным путем, предприятия, которые находились и были лица, которые ранее были со мной в бизнесе, не получали. Все магазины, которые были построены до того момента, когда я был главой города. И они были исключительно только через аукционы, и только на конкурсной основе. А вот что могут из себя представлять подобные конкурсы. Речь идет о помещении в центре города, на месте молочной кухни советских времен. Последние шесть лет здесь размещалось неплохое, о чем говорят и нагородние клиенты, частное ателье. После перехода помещения из Минобороны в собственность города потребовались те самые торги, определяющие право пользования уже занятыми комнатами. Муниципалитет наш объявил аукцион на аренду этого помещения, в котором я хотел участвовать и участвовал. Значит, аукцион состоялся 25 мая в том году. Было четыре участника. Аукцион закончился торгами на цене 152,5 тысячи рублей в месяц. За какой площадь? За площадь 70 квадратных метров. Значит, аукцион... В этом аукционе мы боролись с Нарусбаевым А. Моя цель была уже просто узнать, насколько он готов пойти, чтобы просто, я не знаю, не дать мне это помещение. Ну, поэтому я торговался. Мое слово было последнее 150 тысяч, он поставил 152,5. Насколько я знаю, он не подписал договор аренды, просто отказался. То есть, получается, как срыв аукциона. Уже наработанная практика распределения земли и помещений в Ахтубинске в свете грядущих торгов не на шутку беспокоит предпринимателей. Людям есть что терять, и они боятся, что в результате подобных законных конкурсов город будет поделен между узким кругом, в центре которого известное лицо. Я вот обратился 20.01.2015 года за участком земли на Русбаево. Вы тоже представьте, что можно... Севко Сергея Николаевича. Значит, предварительно с ним договорившись. Я пришел на прием, он мне пообещал участник земли. Пришел мне отказ, значит, что эта земля не выдается вследствие того, что под ней находятся коммуникации. Подписал Черном. И тут же, значит, уже я 20-го написал, 26-го числа 02-го месяца, то есть через месяц, вышло постановление на Русбаево, передать этот участок, у меня вот документы есть, передать этот участок на Русбаево ИПАА. У меня один такой вопрос. То, что мы по судам, это бог с ним. Вы говорите, платите налоги, да нам, у нас уже денег не хватает. Ни на налоги, ни на что, потому что мы тратимся на адвокатов, на поездки, на все. У меня один вопрос. Может, есть какие-нибудь правовые нормы, какие-то законы, которые определяют, как от одного хозяина земля переходит к другому. Если у нас в городе есть такие предприятия, я не хочу ни на кого пальцем пикать, ничего, ничего не хочу. Я просто хочу спросить у вас, если есть такие, почему у одних оформлены, а у вторых никак не оформляются. Скажите нам, как это делать. Мы это сделаем. Сейчас вот Аман Галинкорич сказал, будем решать все на законных, по закону, в соответствии с законом, то есть выдавать на конкурсной основе. У меня был выделен участок в 2020 году на конкурсной основе. Но ко мне уже было несколько подъездов, и мне говорили, милая моя, ты подумай, мы тебя лишим у этого участка. А кто говорили? Ну, подъезжал у меня человек. Да, я спросила, хорошо. Как вот говорили, цена вопроса. Я говорю, цена вопроса. Они, ой, ну мы сейчас администрацию все решим, ты останешься без этой земли. Так вот, я хочу сказать, девочки сказали, пойдут выше. Честное слово, я тихо, спокойно выжду решение администрации, решение прокуратуры. Ну, на ходу и конец. Я найду каналы, я поеду в отдел по коррупции, надо будет, я и с Владимиром Владимировичем встречусь. А это жители дома по улице Волгоградской, выступающие против строительства очередного магазина похоронных принадлежностей под огнами их дома. И снова у мэрии неизменная ссылка на законность действий. Здесь законодательно все. А там, где есть нарушения, то принимаются судебные решения в нашу пользу. Вот со мной присутствует заместитель главы города по юридическим вопросам. Он может более, так сказать, юридическим языком правильно ответить. Здесь нарушений нет. Видимо, нарушений нет и в отказе от выделения земельного участка для строительства стадиона во дворе школы номер 4, где уже построен первый объект нового спортивного комплекса. Футбольное поле с искусственной травой. Условия программы, по которой мы можем получить 19 миллионов федеральных денег дополнительно к запланированным районам инвестициям. Спортивный объект должен разместиться во дворе учреждения образования. Проект уже готов под четвертую школу. В нем учтены требования по размещению стадиона относительно сторон света. Но дело в том, что для его реализации дополнительно к дворовой территории школы нужен еще небольшой участок, находящийся в собственности города. И мэр его отдать не готов. Именно на эту землю у него уже есть свои виды. Ее планируется продать. Кому и для каких целей, история пока умалчивает. И снова знакомая уже нам картина. Депутаты, родители, представители общественности все в одном месте и в один час собрались высказать все, что думают по этому поводу. Письма прокуратуры написаны, предписания мэрии выданы. И вот она долгожданная реакция на закономерное негодование общественности, депутатов и прокурорское вмешательство. Мэрия на своем сайте объявила, что Мангану Рузбаев дал поручение провести общественные слушания по вопросу размещения будущего стадиона. Может быть, его разместить на стадионе Волга или во дворе первой школы. И загадочная цитата. Внимание! Другие проблемы, о которых говорят сторонники строительства стадиона на территории СОЖ номер 4, можно решить. Конец цитаты. Глаз народа – это дело. Даешь общественные слушания по каждому высоколиквидному земельному участку и общественно значимому объекту. Будь то медицинский центр, гостиница, ресторан, баня, кинотеатр, фонтан в памятном для горожан месте или не фонтан. А пока у Ахтубинцев, столкнувшихся с политикой мэрии в вопросах землепользования, одна надежда на областного прокурора. Он пообещал помочь всем. У каждого, если есть какие-то заявления, или после обсуждения уже, или, так сказать, вы были готовы написать, но еще не успели, по тем проблемам, которые есть, вы, пожалуйста, напишите это заявление или на имя прокурора Ахтубинского городского поверченного Алексеевича, или на мое имя. И вот эти все заявления, они будут рассматриваться обособленно отдельно, поскольку сегодня стоялся диалог, сегодня здесь представители администрации присутствуют, мы сегодня присутствуем здесь в лице органа назирающего, вы присутствуете, поэтому проблема серьезная, она имеет место быть, и только комплексно будем стараться их решить. Поэтому еще раз, вот в завершение, какие-то заявления можете подготовить и принести. И я говорю, что они будут рассмотрены мной лично, и будут рассмотрены Семеном Васильевичем под моим контролем. Да, действительно, к сожалению, эти вопросы, которые поднимались местными предпринимателями, они имеют место быть в нашем городе. К сожалению, хочу сказать, что при передаче в 2006 году Министерством обороны городка жилого комплекса нашего города Ахтубинска, на мой взгляд, местная власть, а именно глава администрации района, Фурик Алексеевич Александрович и его администрации, допустила непростительную ошибку и приняла весь жилой комплекс без земельных участков. Видеообращение Мангина Рузбаева на официальном сайте мэрии Ахтубинска по следам разгромного совещания, которое мы показали, появилось уже после записи программы. Обязательно вы посмотрите. В этом выступлении мэра, сделанного в формате «Сами такие», по сути, мы не услышали ничего нового. Конечно же, в современных городских проблемах виноват, как всегда, кто-то другой. Кто это может быть в преддверии сентябрьских парламентских выборов? Понятное дело, вечный политический оппонент, бывший глава района Алексей Фурик. А в действиях директора 4-й школы, выбивающей у мэрии кусочек земли для стадиона во дворе учебного заведения, Амангалин Калевич и вовсе усматривает мошеннические действия. Опять же, ничего нового. Хорошо нам знакомый ход. Когда городская проблема доведена до крайности и грозит широким общественным резонансом, появляется необходимость громко и смачно перекинуть ответственность. На СМИ, прокуратуру, депутатов. И из уст мэра начинают звучать режущие слух обвинения. Оборотни в погонах, захватчики денежного бизнеса, швондеры и так далее и тому подобное. Вплоть до сакраментального ухожу в отставку. Перевод проблемы, промахов в некий спектакль, фарс, уже стал фирменным стилем. Но, думаю, на этот раз все сложнее. Что бы сейчас ни говорил мэр, как бы ни пытался перевести центр тяжести в проблеме на недобросовестных предпринимателей, факт остается фактом. Нынешняя власть в городе не является беспристрастной к земельному и имущественному вопросу, каковой должна быть. У бизнесмена Амангина Рузбаева огромный коммерческий интерес, который он успешно удовлетворяет статусе муниципального чиновника высшего ранга, ущемляя интересы тех, кто хочет развиваться в этом городе. Истории странных торгов и не менее странных постановлений мэрии тому подтверждение. И ответить на это мэру-бизнесмену нечем. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...